Здравствуйте, друзья! Приглашаю вас на урок вязания. Сегодня для своей Барби я хочу связать вот с таких вот кусочков пряжи, юбочку, как раз к вот такому топику. Буду вязать я очень-очень простым узором, который называется Бабушкин квадрат. Вот я связала такой вот образец, чтобы видеть, как расположить мне вот эти разноцветные нити. Вот у меня вот такие нити. Это остаточки всяких ниточек. Значит, начну вязать. Начну вязать с темной. Буду вязать с темной, потом переходить чуть светлее, светлее и совсем светлее. А потом посмотрим, как будет уже дальше смотреться наше вязание. Начну я с темной пряжи. Это турецкая пряжа. Крючок у меня японский. 1,5 миллиметров. Надеюсь, будет сейчас видно. 1,5 миллиметров. Пятый номер. Начинаю вязать с темной пряжи. Для того, чтобы было меньше времени я потратила, я уже набрала вот такую вот полосочку. Здесь 35-33 петли. И сейчас я померяю. Начинаю с темной пряжи. Оно будет так лучше смотреться. Я 33 петли. И сделала уже два ряда. Стулбик с одним накидом. Буду теперь продолжать вот этот вот узор. Узор очень простой. Сейчас я вам буду показывать, как это все будет смотреться. Три петли для подъема. У меня уже одна была петля. Еще две добавляю. Теперь я пропускаю всего лишь одну петлю. И в следующую петлю вяжу 3 столбика с одним накидом. Нить немножко пушистая. Я между петлями не буду добавлять воздушную. И через две петли в третью опять 3 столбика с одним накидом. И опять повторяю. Раз, два, три. В третью петлю 3 столбика с одним накидом. Надеюсь, будет хорошо видно. Пряжа темная. Когда перейдем на светлую пряжу, будет более ясно, более видно. И так я буду идти до конца ряда. Я дошла почти до конца ряда. И здесь делаю столбик с одним накидом. Три воздушные петли поворачиваю и продолжаю вязать таким же узором второй ряд темной пряжи. Но вот эти вот столбики будут у меня идти в таком вот в шахматном порядке. Значит, я здесь между крайней петлей делаю столбики. Три столбика с одним накидом. Теперь между этими двумя группой столбиков. Три столбика. Следующие между двумя группами столбиков тоже прямо под низ. Три столбика с одним накидом. Вот получается вот в таком шахматном порядке. И так буду вязать до конца ряда. Я дошла почти до конца ряда. И последний столбик, последняя группа столбиков с тремя накидами я буду делать вот в эту самую крайнюю, в крайний столбик. Так, но я не до конца довела. Теперь я буду менять пряжу. Теперь я буду вязать вот такой пряжей. Она немножечко, чуть-чуть, тоньше, чем темная пряжа. Ввожу. Так как я не довела последний столбик, я ввожу сюда петлю и делаю еще два столбика с одним накидом. Три столбика с одним накидом. Поворачиваю. И продолжаю вязать. Так как у меня здесь были три столбика группа, я буду вязать между ними. Три столбика с одним накидом. И вот так буду вязать до конца ряда. Так. Посмотрела, как у меня получается вязка, и я решила немножечко переделать. Я распарю вот это все, что я связала. И буду теперь здесь вязать не три столбика с одним накидом, а четыре. Так как пряжа у меня чуть-чуть, чуть-чуть тоньше, чем вот эта темная пряжа. Каждая пряжа как-то по-своему имеет объем, диаметр самой пряжи. Поэтому я теперь этой пряжи буду вязать не три столбика с одним накидом, а четыре столбика с одним накидом. Потому что это будет у нас юпочка, и она должна быть неровная, а немножечко такая, как трапеция. Немножечко расходиться в вязке. Так что я вяжу теперь четыре столбика с одним накидом. И теперь оно получается более нормальное. И вязываю прямо между ними, между столбиками ниже лежащего ряда. Теперь буду продолжать вязать, как четыре столбика с накидом до конца ряда. Я дошла до конца ряда, а ряд буду закрывать просто столбиком, с одним одним столбиком самую крайнюю петлю. Три петли для подъема. И теперь вот в это пространство между этим буду вязывать три столбика. Четыре, простите. Так, посмотрю, как у меня получается. Она должна немножечко расходиться, так как это будет как трапеция юпочки. Делаю второй ряд светлой этой сиреневой пряжей. И в самом конце, в самом последнем столбике, буду менять уже цвет пряжи. Я дошла до конца ряда, почти до конца ряда. Делаю последний четвертый столбик. Я его не довязываю, оставляю две нити. Теперь я буду менять нить. Нити я пока не обрезаю, пусть пока они будут у меня не обрезанными. Теперь я возьму вот этот вот цвет. Все маленькие остаточки я накручиваю вот на такие вот бобинки. Очень удобно. Подтянуть ниточки снизу. И раз, два, три петли для подъема. Поворачиваем. Эти две нити я не обрезаю. Так. Ну что ж, теперь надо посмотреть, как мне дальше вязать. Теперь я буду вязать светлой пряжей столбиками с накидом с одним между другими столбиками. Раз. Два. Три. Четыре. И теперь я пропускаю одну воздушную петлю. Теперь у меня в каждом мотивчике из трех столбиков между ними будет идти одна воздушная петля. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. И одна воздушная петля. Раз. Два. Три. Четыре. И одна воздушная петля. Я провязала два ряда более светлой ниточкой. Теперь буду опять менять нить. Эту нить я не обрезаю, а делаю последний столбик. Здесь у меня две нити. Я в эти две нити ввожу последнюю петлю и делаю три петли подъема. Еще добавляю одну петельку. Так как мы между столбиками делали одну петлю. И вяжу, продолжаю вязание, четыре столбика с одним накидом. Три. Четыре. И одна воздушная петля. Между столбиками, где была одна воздушная петля ниже лежащего ряда, делаем четыре столбика с одним накидом. Этот ряд я продолжаю вязать, точнее не один ряд, а два ряда уже другой расцветкой пряжи. Ну что, друзья, посмотрите, как получается у меня расцветка моей вязки. Можно будет сейчас примерку сделать на Бабли Барби. Можно юбочку закончить так, ну а я буду продолжать вязание. Но что я хочу сказать, что вязание я буду располагать расцветку пряжи в обратном порядке. Поэтому сейчас я могу вот эту вот нить светло-розовую обрезать. Она мне уже не будет нужна. Так. Теперь я перехожу на вот эту пряжу. Сейчас я должна распутать. Так. Ввожу новый цвет. Иду один шаг назад. Теперь эту ниточку я не обрезала и аккуратненько, чтобы не натягивать сильно, не затягивать. Три воздушные петли делаю. Подтянуть эту ниточку и эту ниточку потянем. Когда будет готовое вязание, тогда все эти ниточки будем убирать. Так. И делаю еще три воздушных и еще добавляю одну петлю. Теперь между вот этими под этой арочкой вяжу четыре столбика с одним накидом. Три, четыре. И одна петля. Продолжаю. Три, четыре. И одна воздушная петля. Теперь я буду все это повторять два ряда. Этой расцветкой буду вязать два ряда. И закончила два ряда этой расцветкой. Нить я уже обрезала. Теперь я буду вводить новую нить, новую расцветку. Вот она у меня не обрезанная. Я так аккуратненько. Чтоб она не стягивала сильно. И теперь я продолжаю вязание уже более темной пряжей. Три петли для подъема и еще одна петля. И буду вязать четыре столбика с одним накидом. В шахматном порядке. Посмотрю, как у нас получается трапеция. Ну что ж, теперь буду продолжать без изменения. Дальше. Ну что, друзья. Я увлеклась и почти закончила всю нашу ёпочку. Вот она такая получилась. Я закончила один цвет, второй цвет и темный цвет. Но, так как здесь у нас много таких вот было ниточек. С одной стороны. И ниточки вот со второй стороны. Я решила все это обвязать темной пряжей. Сделала вот такие вот петельки. И эта ёпочка у нас будет на пуговочках. Вот так будет на пуговочках. Вот пуговочки я приготовила. Сейчас пришью пуговицы. И можно будет все ниточки убрать. Здесь надо будет почистить ниточки. И ёпочка будет у нас готова. Ну вот, друзья. Ёпочка готова. Пришиты пуговочки. Петли я прометала. Теперь можно будет на нашу барби одеть. Вот видите. вот такая получилась у меня юбочка с очень простым узором который называется бабушкин квадрат итак друзья пишите мне комментарии а как вам понравился вот этот квадрат в исполнении в использовании просто для одежды куклы они просто просто квадратик ставьте лайки если вам понравился мой урок сегодняшний и подписывайтесь на мой канал мне будет очень очень приятно до свидания и и и и и и и и и